В индустриальном районном суде начинается процесс на 31-летнем мужчиной за убийство 9-летней давности. Он задушил молодую хабаровчанку и выбросил ее тело в мусорный контейнер. Фигурантом уголовного дела стал уроженец Якутска. На счету этого человека уже три убийства. Первое и последнее он совершил в своем родном городе. Жертвами преступника становились молодые девушки. Способ убийства во всех делах одинаковый – удушение. В Хабаровск он приехал в 2010 году, уже имея судимость за одно убийство. Здесь молодой человек хотел начать новую жизнь. Фигурант перебивался случайными заработками, снимал квартиру в одноэтажном доме, расположенном в переулке Черепичном. С будущей жертвой преступник познакомился в конце июля. В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый познакомился с жертвой на улице города Хабаровска, после чего пригласил ее к себе в гости. В ходе распития спиртных напитков между молодым человеком и девушкой произошла ссора, в ходе которой обвиняемый накил на шею потерпевший шумоподобнователем и произвели ее удушение, в связи с чего наступила смерть последней на месте происшествия. Мужчина рассказал следователям, что заметив на улице расстроенную девушку, он захотел ее успокоить. Молодая Хабаровчанка только что рассталась с сожителем и нуждалась в поддержке. Так что она легко согласилась выпить с новым знакомым. Во время застолья собутыльники поссорились. Жертва ударила молодого человека по лицу. Фигурант словно ждал повода наброситься на гости. Задушив жертву, он продолжил пить. Убийца говорил, что вид погибшей девушки смущал его, поэтому он перевернул тело лицом вниз. На следующее утро мужчина уволился с временной работы. После решил избавиться от тела. Я прорезал в начале, замотал, прорезал во втором начале и стянул все. Вы так стянули, пожалуйста, сейчас. Стянул здесь, вырезал узел. А потом уже вот эти края тоже начал подтягивать, прорезать дырки и тоже стягивать. То есть получалось как шнуровка. Тело убитой Хабаровчанки молодой человек вынес на улицу ночью и выбросил в мусорный контейнер, предварительно освободив в нем место. Я его выложил рядом с контейнером. Ага. То есть закинул туда кнут. Положите, продемонстрируйте, пожалуйста. Продемонстрируйте, пожалуйста. Там шире баки были. Так, вот где-то. То есть уже там пакеты, которые вытащили, то есть обратно сверху сложили. Через несколько часов после этого он уже был на пути в Якутск. Тело Хабаровчанки так и не нашли. Мусоровоз вывез отходы на свалку. Мать, исчезнувшая, написала заявление в полицию о пропаже дочери. Следователи опросили знакомых убитой. Они видели девушку в компании незнакомого и мужчины на улице и даже описали его внешность. Однако в 2010 году подходящего под описание человека найти не удалось. Несмотря на это, офицеры не переставали работать над делом. Подозреваемого искали по всей стране. Была проведена огромная работа, которая в итоге принесла свои плоды. Фигуранта нашли в колонии строгого режима, расположенной в Якутии, где мужчина отбывал наказание за другое жестокое убийство несовершеннолетней, уже третье по счету. Его отправили за решетку на 25 лет. В ходе допроса осужденный сознался в удушении Хабаровчанки. Экспертиза это подтвердили. Мужчина объяснил, что все эти годы переживал о семье убитой им девушки. В ходе предварительного следствия фигурант по предъявленному обвинению по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ признал в полном объеме. Кроме того, следователями допрошен ряд свидетелей, проведено опознание, проведен ряд экспертиз. Также по месту жительства обвиняемо обнаружены биологические следы потерпевшей, что также подтверждает вину обвиняемого по данному уголовному делу. Эксперты признали подсудимого обвиняемым. Все убийства он совершал абсолютно осознанно. За удушение Хабаровчанки фигуранту грозит до 15 лет колонии. С места происшествия Юлия Рябцева и Павел Рогатин.